Всем привет! С вами Комаров Виталий. Ну, и как говорится, в первую очередь я хочу поздравить свою супругу, мою любимую жену. Её звать Ольга, у неё 12 апреля, день рождения. Моё день рождения 13 апреля, на следующий день. Кто нас хочет поздравить финансово, всё будет описано в описании. Ну, продолжим. У нас поступает 12 апреля, это день космонавтики. Когда-то этот день был действительно праздником. Каждому дню, такому каждый год, к этому дню выходил какой-то новый фантастический фильм. Мы все его 19 апреля садились, смотрели. Конечно, кто бы как ни говорил, я, кстати, поздравляюсь. С днём космонавтики. Тогда этот день космонавтики был. Конечно, это был праздник. Я даже помню своё первое стихотворение, которое я выучил наизусть в первом классе. Звучит оно следующим образом. Взлетел он выше неба, всю землю видел с высока. Был первый в космосе. Гагарин. Какой по счёту будешь ты? Вот такое вот примерно стихотворение. Я его учил 40 лет назад. То есть мне тогда было 7 лет, я учился в первом классе. Тогда мы этим всем гордились. Тогда практически каждый запуск показывали по телевизору. И мы смотрели, ребятишки не смотрели, рассуждали. А что будет потом? Когда-то придёт время, когда мы побываем на других планетах. Мы такие сидели и думали, интересно, как там, что там, почему. И что интересно, сейчас вот уже на Марсе, как говорится, не один уже там, как его, марсоход работает. И многим это уже не интересно. Может быть, от обиды того, что мы слышим такие вещи, как запустить космические блины. Что там у нас ещё? Обещание, что мы сделаем то, что мы сделаем всё. Тогда космическая эра была действительно Советского Союза. Кто-то там как ни говорил, что там плохо жили. Нет, не да, плохо не жили. Плохо жить начали с 90-х годов, когда вот началась вот эта перестройка. С одной стороны, как-то выпуск. Грустно получается. Мы тогда как-то гордились. Кошки пикают. Гордились тем, что мы всегда и везде и всюду первые. Ну и сейчас мы гордимся. Сейчас мы гордимся. В целом, как говорится, человечеством, что мы достигаем каких-то высок высот. К сожалению, сейчас мы чем-то гордиться уже не можем. Космодром разворовывает постоянно. Мы даже на Луну-то не можем толком слетать. Всё обещают нам. Полетят космонавты на Луну. Будем там что-то развивать. Но как-то все воспринимаем мы это как сказки какие-то. Печальные и грустные сказки. Мы смеёмся с самим собой. Мы смеёмся над своей экономикой. Вот бесятся кошки. Мы смеёмся над нашим образованием. Мы смеёмся над нашей космонавтикой. Мы смеёмся над своей собственной жизнью. Почему-то это грустно, печально. Даже, вы знаете, вот я маленьким был. Я помню, что такое масленица была. У нас в центре народу было. Вы знаете, пройти в середину это было невозможно. Это очень было тяжело. Весь центр был забит людьми. Катались на лошадях. Веселились мужики в толпе. Выпивали, ни от кого не прятались. Драк не было. Может быть и были как-то. Все это что-то как стих было. Всегда всех успокаивали. Все было хорошо. Вот кто-то... Да многие говорят, что в советское время было жить плохо. Вот из моего детства я помню, что у нас с Башмакова были карусели. Из вас кто-то это помнит? Нет. Наверное, только мое поколение не помнит об этом, что были карусели. Карусели не маленькие. Они, наверное, метров 7 что ли высотой. И вот мы на них катались. Стоило там что-то 10-15 копеек, что ли, покататься на них. У нас стояли качели. Огромные качели. в виде лодки такие. Там было хорошо раскачиваться вдвоем. Классно было. Потом все это пропало. Пытались все это восстановить. Поставили какое-то чертово колесо метр три высотой, которому быстрый интерес пропал. И все это ушло опять в упадок. Вы знаете, мне есть что вспомнить из нашего детства. Даже в день космонавтики. Берешь и вспоминаешь вот эти вот времена. Тех годов 80-х, 85-х. мы в то время жили. Мы чем-то занимались. Мы чем-то гордились. А чем гордиться сейчас наш современный человек? У нас гордиться нечем. Вот люди, которые уже рождены в 90-е годы, они практически не имеют своей истории. У них вся история заключается только в том, что они видят, слышат, воровство, обман, неважение к людям. Как-то так и все праздники на этом фоне меркнут. Поэтому, наверное, 1 мая пропала, исчезла. 9 мая, вот День Победы, будет ли он, не будет. Как-то Масленица, провода зимы. В этом году было очень мало народа. Мы как-то вымираем душой своей. А если душой вымираем, значит, будем вымирать скоро, как и люди. Вот такой вот мой грустный выпуск, с исключением того, что у нас с супругой дни рождения всех с Днем Космонавтики, ребята. Будьте счастливы. Помните свою историю. И надейте все-таки на лучшее. До новых встреч. До новых встреч.